Ну что, друзья, всем приветик! Начался новый день. Сегодня день предпраздничный, суббота. Мы готовимся к празднику День Матери, он наступит завтра. И сегодня мы активно будем принимать заказы. Я надеюсь, их будет много активно будем принимать. Будем их делать. И витрину надо сделать красивую. Пока что я еще в магазине одна. Начинаем свою работу потихоньку. Я распределила так график и сказала, девочкам прийти сегодня попозже, в 12, берегу их силы. Они выспятся, наберутся сил, придут бодренькие. Пока я тут сама с утра все подготовлю, поделаю все дела подготовительные. А они уже пободрее подойдут. Буду по возможности снимать. Я даже больше хочу поснимать. Это как дневник, поведение праздника для себя, чтобы у меня сохранилось. И я на будущий год знала, как он прошел. И уже была подготовлена. Потому что каждый год я пытаюсь вести дневник, записывают то, то, то мы делали. Это продавалось, это не продавалось. Как-то я распределила время, но ничего не записываю. В итоге потом опять сижу, вспоминаю. Но сейчас хочу вот в таком формате. И вам покажу, как у нас праздник проходит. И себе оставлю в памяти. Еще придет моя бывшая флориста. Мы с ней общаемся, дружим. Она приходит нам в праздничные дни. Если она не занята, она нам помогает. Будет сегодня три флориста. Помощник флориста и я. День у нас начинается с того, что мы уборку делаем на входной лестнице. Здесь на клумбе насыпалось за ночь. Нанесло ветром кучу мусора. Сейчас ролету подниму. А затем надо выносить вот этот весь декор, который у нас стоит на улице, туда. Все. Помыть полы. И начинать выносить вот эту всю зелень отсюда. Короче, начинаю работать. У нас здесь в уличном декоре лежит кукуруза. Я привозила с полей. И вот здесь лежат семена подсолнуха. Подсолнух я для Кэри привозила. Думаю, он будет. И вчера заметила, что сюда прилетала свинечка. И хватало вот эти семечки. Она их увидела. Сейчас слышу, пока уборкой занималась. Опять вот чирикает, летает. Сегодня погода теплая. Думаю, ну все. Она, наверное, уже ждет. Сейчас, когда пойду туда, насыплю. У меня есть кормушка. Там на дереве висит кормушка. Сейчас пойду туда, насыплю семян ей. Квереных семечек. Хомяк. У хомяка тоже доброе утро наступило. Надо пробежаться несколько километров. Да? Привет, хомяк. Привет. Как дела? Сейчас тебя угощу чем-нибудь вкусненьким. Так, ну а у нас тут уже подошла Александра. Здравствуйте. Уже занимается композициями, витринкой. А я уже сбегала в пятерочку. Купила нам на завтрак вот такую пиццу. Пицца. Да, она вкусная такая. Вкусная, сырная, маргарита. Так что мы сейчас будем пить чай, завтракать. Потом дальше продолжим работу. Кофе сделала. Сейчас пиццу. И как же без керри? И как же без керри? Да, он уже чувствует, что что-то тут вкусненькое дают. Нету ничего. Яблочко, на. Вот, иди сюда. Вот. Вот это яблочко можно. Пиццу тебе нельзя. Вот, бери яблочко. Завтракай яблочком. Начинай. Вот, молодец. Нет, скажи, яблочко. Яблочко он не особо хочет, он хочет нашу пиццу. Да? Сейчас будет нападать на меня. А тут еще персик сидит. О, здравствуйте. Здравствуйте, персик. Я тоже хочу скажу что-нибудь. Но он все яблочки раскидал, да? Керри. И суетиться, и суетиться. Нет, ему нужно сюда. Именно он знает, что здесь вкусняшки. Ну так, вот такой наглый. Давай я тебе дам кусочек маленький. Вот. Ну что, у нас Александра делает такую красивую композицию. Это на заказ. Сейчас уже придут ее забирать. Чуть-чуть осталось закончить. Здесь сзади надо еще чуть-чуть доставить цветов. И еще здесь у нас по бюджету хватает еще добавить. Можно было уже и так оставить, но у нас бюджет побольше. Можем еще добавить розочек побольше. И всегда получается сумма, нам бюджет говорят клиенты, например, на 4 тысячи, на 5. И мы уже смотрим, сколько мы можем добавить цветов. Побольше, поменьше. Так что здесь у нас бюджет позволяет добавить побольше розочек. Отчательный вариант. Последние штришки. Подправляем ленты, бумагу. Ну и получилось очень симпатично. И сзади красиво все у нас. И цветы, и зелень. И дай на бюджет, потому что это специально для нашей постоянной клиентки. Друзья уже знают ее вкус и знают, что мы делаем ей понравиться. Да, да. У нас заказывают, потому что мы знаем предпочтение получателя. Кэрри прилетел, хочет купаться. Просится, да, Кэрри? Ты купаться хочешь? Он когда вот так садится на раковину, на край, и не уходит. Это значит, он собрал с нами купаться. Да? Кэрри? Ты купаться хочешь? Придется ему сейчас ставить ведро. Он сегодня решил все удовольствия получить. Давай вот сюда садись. Мы его ставим в ведро. Делаем маленькую струйку воды. И он садится на край и купается. Да? Кэрри? Ты потом не замерзнешь, будешь сидеть на батарее греться, да? Такой у нас смешной. Сейчас надо маленькую птичку тоже водичку ей понести. Кэрри, ну ты уже весь мокрый, весь. А моему уже достаточно. Нет? Еще? Ага. Саша сделала такую красивую композицию. Поснимаю ее при дневном свете на улице. Хоть и тут у нас стройка мешает, но хочется дневное освещение. Оно лучше передает цветовую гамму. Такая большая, объемная будет на витринке у нас. Хочу Кэрри пораньше в домик посадить, а он сопротивляется. Кэрри, пойдем. Пойдем. Пойдем, моя птичка. Ну давай, ну давай. Ну, Кэрри, не надо меня кусать. Кэрри, пора в домик. Нам работать. Ты нам мешаешь сегодня. Ты долго уже гуляешь. Давай, пойдем. Пойдем, пойдем. Вот умничка. Нет, Кэрри. Не хочет никак. Кэрри, иди сюда. Вот умничка. Садись, садись, садись. Вот, молодец. Я тебе покушать уже положила. Давай. Вот, молодец. Все. Все. Погулял, искупался. Покушаешь. Все. Работать надо и тебе, и нам. Пойду куплю себе что-нибудь на обед мне и девочкам. Как всегда, в мою любимую пятерочку. Тут уже вкусно пахнет. Дома не успеваю готовить в празднике. Так, сейчас здесь что-нибудь выберу из готового уже. Саша заканчивает такой букет красивый с хризантем. Хризантема прям огромные мячики. Можешь мне поднять его, показать, Саша? Вот, огромный. Классно. Мы сделали микс белая и нежно-лимонная хризантема. Очень красивый получился и большой. Большие ладошки. Да, тут они прям идут шариком и так ложатся. Крутая хризантема. Так, вот еще у нас такие шарики. И здесь уже мои флористы подошли сегодня. Марина, Виктория. Тоже интересные делают композиции. Здесь у нас гипсофила будет коробочка. А Виктория наша делает такую волшебную тыкву. У нас работа вовсю продолжается. Здесь Марина, Флорис создала такие красивые корзины, что их невозможно не показать. Очень по-осеннему получилось. Здесь у нас тыковки, райские яблочки, подсолнухи. Ну, просто красота. И по стоимости 2,600 такая корзина. Еще свободные будут у нас на витрине. Всего их у нас в наличии две. Одна и вторая. Мы нашли еще хризантему ромашковую. И Марина делает корзиночку. Сейчас скоро уже закончим, да? Да. Где-то нашла, поискала, где я их прятала, она их нашла. Не успела бы снимать, забираю тоже. Все. Спасибо. Пока у нас сегодня были силы. Мы сделали красивую витрину. Старались делать ее разнообразной по цвету, по сочетанию. И желтые, и сиренево-лавандовые, и голубая. В тыкве есть композиция. Просто букетики кому более бюджетные нужны. Такой ярко-красный. Вот такие большие, с хризантемами букеты. В общем, вроде бы забили, но этой витрины может завтра хватить где-то на полдня. Прибегутся, расхватают, и у нас опять будет пустая. А завтра делать некогда. Так что всегда это проблема, чтобы сделать, заготовить много красивых букетов. И они были у нас все время на витрине. Но мы старались, как бы, вот там у нас заказы откладываем. А здесь для приходящих клиентов. Смотрите, теперь она и видна, я 420. Опять у нас второй раз разливается ваза и случился потоп. В этот раз у нас кто тут виноват? Быстрее, быстрее, быстрее! Я только зашел. Вы не виноваты? Я только зашел. Так бывает. Все, правда, течет. Провязать вокруг? Да. Виноват. Вика делает букетик на заказ, бюджет у нас здесь сколько, на 5 тысяч надо еще сейчас пробиваем сначала в программу, смотрим сколько осталось по сумме и потом еще добавить, убавить и упаковочку. А Марина сделала букетик, какой бюджет, что у нас здесь, хризантемы, хлопок, розочки пьяновидные и одноголовые, тоже на заказ, так что работаем, уже осталось у нас до конца рабочего дня времени немного, витринку сделали, не знаю на сколько времени завтра ее хватит, но пока все красиво. Пытаемся свести кассу, никто не уходит, что там не сходится? Тысяча. Тысяча? Здесь не пробито тысяча. По карте, по карте. Мы не вспомним. Ну тысячу просто пробьем там завтра. Закрываешь мне она? Это было по карте? Да. По карте надо сейчас пробивать. Только надо точно знать, правильно? Что мы можем? Либо, потому что я, если честно, уже не уверена в наших математических способностях. Жаль, если я забыть, можно я сейчас среку сама? Вот так у нас всегда. Прям перед выходом все. В праздничные дни мы всегда что-то забываем, что продали, не записали. Но тысяча это вообще минимум. Да, обычно у нас... Обычно это десять тысяч, что-то забыли. Куда-то потерялись. Так что это еще минимум, что мы можем просто пробить розы или хризантемы, например. А здесь? Так, еще раз. Это мы с Чеком. Да, остались мы с Мариной. Всех отпустили. Остались мы с Мариной, последние. Все уже поубирали. Позаписывали в холодильник кое-как. Тут все впритык. Завтра это надо вытаскивать. И добираться до заказов наших. Вот. Так что сколько могла сегодня поснимала. Максимально старалась что-то интересное снимать. Потому что некогда в процессе работы еще и снимать и вести съемку. Неудобно. Ну, работали что. Я была на подхвате. Я принимала заказы. Я заготавливала коробочки, оазисы. А девочки делали. Я говорю, делайте, делайте максимально. Я даже чай, кофе предлагала, наливала, кормила. Вкусняшки приносила. Вкусняшки приносила, да. Бегала в магазин. Так что все как единая команда работали. Саша там делала букеты большие, объемные. У нее хорошо получаются. Я ей поручала их делать. Она вот и сделала на витрину. Вот большие букетики задние. Они у нее хорошо такие прям пышненькие, воздушные получаются. Девочки здесь делали заказы и на витрину, и то, и все. Потом еще пришла наша помощник Лариста. Она стала записывать по тетрадке, проводить по кассе, в программу записывать. Это тоже все нужно делать. Ну, вроде бы, все подготовили на завтра, справились. По клиентам, что у нас там было. Заказов не так много, где-то около 15, наверное. Но я думаю, завтра все очнутся. Потому что на день матери обычно заранее мало заказов. Они все начинают вспоминать про этот праздник именно в этот день. Приходить. Ой, сегодня же день матери. Надо поздравить. Поэтому мы всех будем ждать завтра. Мы готовы. Надеюсь. Надеюсь, мы хорошо готовы. Все. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok